Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Снадина, врач-офтальмолог Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте! Наталья Сергеевна, рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поднимаем интересную тему, актуальную тему. Очень часто можно слышать от врачей-офтальмологов такую фразу. Не переживайте, это просто возрастные изменения. Наталья Сергеевна, с чем связаны возрастные заболевания глаз? Что это такое и почему так возникает? Казалось бы, человек живет всю жизнь, у него 100% зрение, и тут вдруг приходит к офтальмологу и слышит такую фразу. Мария, я всегда сама испытываю некую неловкость, когда мне приходится с пациентами во всуждении испытывать этот термин – возрастное заболевание. Но тем не менее, кем бы мы ни работали, где бы мы ни жили, какой бы цвет кожи, глаз и волос ни имели, наш организм с определенного периода подвергается неизбежному процессу старения. И глаза, ну как известно, зеркало души, они как никакой другой орган отражают все эти процессы. То есть глаза так же стареют, как и весь наш организм? Да, Мария, глаз – это не отдельный орган, они взаимосвязаны с нашим организмом. Какие изменения происходят с возрастом в глазах? Что же там так меняется, и почему глаза становятся так подвержены тем или иным заболеваниям? Я бы, наверное, хотела начать нашу с вами беседу с самой частой причины для снижения зрения вблизи. Это возрастная дальнозоркость или пресс-биопия. Это такое научное название. Это особенное зрение, при котором наши пациенты начинают испытывать сложности при чтении вблизи или при работе на близком расстоянии. У нас в глазу есть прозрачная линза, через которую изображение проецируется на сетчатку. Эта линза располагается сразу за цветной радужкой, позади зрачка. И вот эта линза позволяет нам видеть на расстоянии близком и далеком. Когда нам надо что-то рассмотреть вблизи, эта линза становится выпуклой. А если мы переводим наш взгляд на дальний объект, то она уплощается. С возрастом эта способность утрачивается. Линза утрачивает свою эластичность, и поэтому вблизи мы не можем рассмотреть объекты. Остается фокусировка для дали. И поэтому для того, чтобы что-то рассмотреть, приходится вытягивать руку подальше от себя. Эта болезнь по-другому еще называется болезнью длинных рук. И когда нашим пациентам уже не хватает их рук, они впервые приходят к офтальмологу для того, чтобы подобрать очки. Можно ли оттянуть этот процесс? Может быть, есть какие-то витамины или что-то еще, чтобы остановить возраст, чтобы глазки не старели? Ну, оттянуть, наверное, можно, сложно. Но здесь важно понимать, как я уже сказала выше, что это естественное состояние наших глаз. И если человек всю жизнь видел хорошо, ну, имел стопроцентное зрение для дали, то в 40 лет, в 40 с небольшим, он наденет плюсовые очки. Таков закон природы. Вот если зрение было снижено, минусовое, близорукость, то тогда, скорее всего, он сможет какое-то время обходиться без очков для близи, наденет их, ну, к 50 годам, чуть позже. То есть, получается, минус будет компенсироваться плюсом? Ну, нет. Здесь важно понимать, что надо разграничивать понятие зрения для дали и зрения для близи. Вот вдаль близорукость, она останется. Если она сформировалась, то она будет. Просто здесь понадобятся вторые очки для работы на близком расстоянии. Этого не стоит бояться, это норма, это просто возрастные изменения. Ну да, это такая особенность зрения, которая появляется после 40 лет. Наталья Сергеевна, есть еще одно заболевание, это катаракта. Почему она развивается и возможно ли с ним бороться? Мария, я уже рассказала про линзу в нашем глазу, которая имеет оптическую функцию и через которую изображение попадает на сетчатку. Эта линза называется хрусталик. Так вот, с возрастом эта линза начинает мутнеть. Это связано со склеротическими процессами, которые происходят в нашем организме. Пациенты жалуются на то, что у них снизилось зрение, что они видят, как через мутное стеклышко, что у них искажаются объекты и даже может меняться цветовосприятие. Вот как раз офтальмолог на приеме может с помощью специального микроскопа, с помощью осмотра поставить диагноз. Это вообще такое безобидное заболевание. Как оно лечится, Наталья Сергеевна? Мария, вот я бы хотела подчеркнуть, что единственным способом лечения катаракты является хирургия. Большое количество мошенников пользуются доверчивостью наших пенсионеров и предлагают капли, таблетки, лазеры какие-то, ультразвуки, вакуумные массажеры, которые якобы помогут рассосать катаракту. Нет, это невозможно. Только хирургия. Просто наши люди, они боятся. Вот когда им говоришь слово хирургическое лечение, то они сразу так пытаются искать альтернативу. К сожалению, операции в огромном количестве проводятся. Проводятся очень давно и, в общем-то, зрение практически полностью возвращается. Становится ясным, ярким. Хирургическое лечение катаракты – это такая очень благодарная операция. Она длится недолго. Она очень ювелирная и красивая. После которой пациент обретает стопроцентное зрение. Современные методы позволяют минимизировать осложнение после этой операции. Ну и самое главное – добиться стопроцентного результата. Человек, пациент уходит и видит все вокруг. Да. При отсутствии каких-то сопутствующих заболеваний глаз, наши пациенты получают стопроцентное зрение. Наталья Сергеевна, какие еще сопутствующие заболевания могут приводить к ухудшению зрения? Наверное, самое коварное заболевание, о котором мне бы хотелось тоже сегодня рассказать, это глоукомы. Глоукома, она опасна тем, что никак себя не проявляет. И зачастую пациенты к нам приходят, когда сделать уже что-либо невозможно. Поэтому я призываю всех с 35 лет приходить к офтальмологам для измерения внутриглазного давления. Это первый симптом, который позволяет нам заподозрить глоукому. Как часто пациенты должны посещать офтальмолога, если мы говорим о достигшей 35-летнего возраста? Если мы говорим о 35-летних пациентах, то достаточно раз в год приходить к офтальмологу для того, чтобы измерить внутриглазное давление, сделать поля зрения, посмотреть периметрию. Также офтальмолог на приеме должен оценить состояние диска зрительного нерва. Это все доступно и достаточно просто. Чем опасна глоукома? Глоукома опасна тем, что пациенты теряют свое зрение, которое уже невозможно восстановить. Вот то, что потеряно при глоукоме, то потеряно навсегда. Наталья Сергеевна, что делать тем пациентам, у которых обнаружили повышенное внутриглазное давление? Если доктор обнаруживает внутриглазное давление повышенное, то он назначает чаще всего пациенту капли, которые помогают это давление снизить. Здесь очень важно, чтобы пациенты не теряли контакт с доктором, потому что бывает так, что мы назначаем капли, пациент приходит через 2 недели, измеряет давление, понимает, что оно хорошее и пропадает. И приходит уже через несколько лет с трубчатым полем зрения, с высоким давлением и безвозвратной, к сожалению, потери зрения. Наталья Сергеевна, с какими еще жалобами обращаются к вам пациенты? Мария, самая частая жалоба, с которой приходят пациенты ко мне на прием, это слезотечение. Я бы не сказала, что это возрастное заболевание. Есть и молодые люди, которые приходят с этими жалобами, но все-таки возраст является провоцирующим фактором для развития синдрома сухого глаза. Признаками синдрома сухого глаза является, как это ни парадоксально звучит, повышенное слезотечение. Дело в том, что с возрастом слеза вырабатывается не такая жирная, обогащенная, как должна быть, для того, чтобы смачивать роговицу и защищать ее от внешних раздражающих факторов. Поэтому мозг не воспринимает ту вот жидкую, прозрачную, бесполезную слезу и дает сигнал для выработки новой. И пациенты заливаются слезами, приходят к нам. Здесь надо смотреть в комплексе, да, почему возникает это заболевание. Очень часто его развитие способствует наличие эндокринных каких-то патологий сопутствующих, заболевания век. Поэтому мы смотрим. Вот первичным этапом является назначение слезозаменителей. На нашем рынке существует порядка 100 видов слезозаменителей. Если они не помогают, тогда доктор уже подключает антибактериальную терапию, какие-то массажи век, ну, очень много таких. Наталья Сергеевна, что бы Вы посоветовали нашим телезрителям, как врач-офтальмолог, что необходимо делать для того, чтобы глаза были здоровы? Мария, я бы посоветовала вести здоровый образ жизни, избегать вредных привычек, хорошо питаться. Зеленые овощи и фрукты содержат полезные для нашей сетчатки лютеин и заоксантин. Я бы посоветовала носить солнцезащитные очки, потому что ультрафиолет увеличивает скорость созревания катаракты, разрушает слезную пленку, неблагоприятно влияет на сетчатку. Ну и не бояться ходить к офтальмологам. Спасибо, Наталья Сергеевна, что сегодня были с нами. Дорогие зрители, я хочу пожелать Вам, чтобы Вы всегда были здоровы и хорошо видели. И не боялись обращаться к нам к офтальмологам за помощью. Мы всегда рады Вас видеть и поможем. Спасибо Вам за содержательную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова